Воспитанники Нижегородской кадетской школы-интерната награждены памятными нагрудными знаками. Ребят поздравил и вручил медали депутат Государственной Думы Денис Москвин и ветераны, которых пригласили как почетных гостей. Такую честь ребята заслужили за участие в параде памяти, который проходил 7 ноября минувшего года в Самаре. Какая-то частичка атмосферы той передалась, вот эта вот мощь. Все-таки, конечно, это не сравнится с теми временами, но я считаю, что это достойно. Уже в седьмой раз наши кадеты-земляки прошли по площади Самары вместе с военными расчетами, ветеранскими и патриотическими организациями и военной техникой. Парад представляет собой реконструкцию военного парада 7 ноября 1941 года, в тогда еще Куйбышеве, благодаря которому ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР. В 2019 году в нем приняли участие около 7 тысяч человек. Нашу школу там представляли 48 учащихся. Стоит отметить, что 19 из них девушки. Это большая честь для них всех, ведь отбор идет очень строгий. Отбор проходит в течение нескольких месяцев, то есть устраиваются наши офицеры и отбирают лучших из лучших. Ну, нужно 56 человек в коробку и самый лучший ехать. Отбор проходит каждый день в течение двух часов. Строго шаг, смотрят на отмашку, на как человек ходит, как он себя ведет на построении. И, конечно же, оценки, само собой. Как и в предыдущие годы, региональное отделение «Единая Россия» оказало помощь нижегородской делегации в организации поездки в Самару. Конечно, участие в этом параде, который проходит также на берегах нашей Великой реки, во многом укрепляет и их понимание своего места, и боевой дух, и, конечно, мотивирует на дальнейшее служение Родине. Надо заметить, что кадеты проявляют себя не только в строевой подготовке, но и в интеллектуальной. В кадетской школе-интернате Нижнего Новгорода прошла игра «Росквиз», посвященная Дню защитника Отечества. В интеллектуальном состязании приняли участие более 60 воспитанников школы. Шесть команд боролись за звание лучших знатоков истории страны и российской армии, героев и памятных воинских дат. В напряженной борьбе победу одержала команда АК-9Б. По итогам соревнований участники получили дипломы. Даниил Воронов и Максим Веселов. Время новостей.